Слава Украине! Привет всем от Полонского! Что бы все про фашистскую Россию, да про фашистскую Россию... Дело в том, что такая прибитая абсолютно на всю голову страна, в которой вообще нет ничего хорошего, одно дерьмо, она же не одна. И есть еще одна точно такая же страна, как вот Россия, это Северная Корея. И вы знаете, там появляются при первой проблеске сознания. То есть, я даже не думал, что я такое вам сейчас расскажу, но в траве всеобщего счастья и пережеванной, зеленой, сочной, вкусной травы появились диссиденты. Ну, какие-никакие, их еще нельзя назвать диссидентами. Но у людей начинает просветляться мозг. Очень маленькая часть, я сразу скажу. Дело в том, что у них недавно были выборы какие-то там, в какой-то... Выборы на Северной Корее, это как выборы на России, вы же прекрасно понимаете. Это фикция в квадрате, да? Это несуществующая вещь. Тем не менее, формально они, что на России, что в Северной Корее бывают иногда формально, чисто формально, да? Вот. И вы знаете, там же, ой, интересно, там в Северной Корее, как и на России, существует правильная партия, это трудовая партия Кореи, ну и несколько таких там РЗАЦ партий, типа того, что вот, которые разыгрывают из себя оппозицию, которые никогда ничего не набирают, никогда нигде не представлены, но как бы в мировом сознании откладывается все-таки тот факт, что там есть не только правящая, оказывается, партия. Вот. Что вы думаете? Вот последние выборы, и 0,2% людей проголосовали за оппозиционную партию, чего раньше не случалось. Вот. Представляете? Даже у северокорейцев проявляются зачатки ума и зачатки какой-то сообразительности, да? Вот. И фактически Россия со своими тупыми ватными скрипозаврами остается единственной страной, где нету никакого проблеска, сплошной фашизм.